Здравствуйте, друзья! Это моё интервью к каналу Life. Ну, как мы договаривались, что будут вопросы, любые вопросы, а только тот, у кого есть ответы на любой вопрос, этих вопросов не боится. У меня есть ответы на любые вопросы касательно меня. Я не боюсь прямых вопросов, никогда не впадаю в истерику, отвечаю всё в цвет. Поэтому я дал интервью каналу Life. Оно будет прервано мною. Вечером в эфире Life интервью в прямом эфире онлайн, он-эйр, так сказать, к нам в гости сегодня пришёл Анатолий Шарий. Анатолий, здрасте! Спасибо большое за внимание. И от числа всех наших подписчиков, зрителей онлайн сейчас, их достаточно много, благодарим, что можем пообщаться с вами и провести время вот в этой приятной беседе. Здрасте! Здрасте! Я тоже очень рад. Хорошо выглядите, кстати. Это вам уже сразу комментарии, я зачитываю, комплименты делают. Понятно, ваши фанаты пришли посмотреть острое интервью на Life. Давайте сразу всем определим правила игры. Можно задавать вопросы в комментариях, в чате. Ответит на них, обещает Анатолий. Кстати, я вот, знаете, сегодня смотрела ваше видео сегодняшнее, которое вы выложили у себя на канале. Вы там очень остро к своим комментаторам на ВКонтакте, прям критикуйте их. Так что, ребята, давайте пишите все вопросы, мы их зададим и ни одного не упустим. Анатолий. Ну, давайте вот первый вопрос, конечно, который всех интересует. Задают прикладного характера вопрос. Задают ребята, его подозреваю я из Украины. Там же, всем известно, без виз вступает в силу уже через неделю буквально. Каково жить в Европе? Вот вам, как сейчас в Европе вы себя чувствуете? В одной из европейских стран. Вот вы на Украину возвращаться не собираетесь, но все-таки, как вам в Европе живется сейчас, когда наплыв беженцев, ну, немного изменил вид этих стран? Дело в том, что я живу не в одной из европейских стран, я живу в многих европейских странах время от времени. Просто в некоторых странах я бываю дольше, в некоторых странах меньше. В Европе мне жить очень нравится, в Европе классно. Более того, в Европе я чувствовал себя спокойным и свободным, даже когда у меня вообще ничего не было. У меня был случай, я его описывал неоднократно, такой грустный случай, знаете. Они потом входят в эти самые, в биографии. Я ходил как-то раз, у меня не хватало 10 центов на самую дешевую булочку, я ходил, смотрел под ноги, потому что мне просто элементарно нечего было есть, я мог рассчитывать только на себя в Европе. Но Европа это свобода, это свобода, ты знаешь, что ты можешь говорить. Я понимаю, что с критика начнется, там много есть знатоков Европы, которые там редко бывают или вообще не были. Но я четко знаю, что за мою позицию, за мое мнение, если оно не противоречит закону, со мной ничего не будет. То есть это я считаю свободой, это я считаю огромным плюсом. И в принципе для меня это, наверное, главное. Вне свободы я жить не мог бы. Я дело не в том, что собираюсь или не собираюсь в Украину. Украина моя родина, я в Украине не отказываюсь. То есть не отказывался никогда, я называю себя украинцем, но на меня дела, послушайте, меня периодически с упорством просто какого-то барана пытается достать украинская власть даже из Европы. Подождите, подождите. А вы действительно сто процентов чувствуете себя в безопасности? Прям вот ничто не угрожает вам, находясь там, за рубежом? Не единожды не пытался кто-то с вами встретиться для того, чтобы выяснить с глазу на глаз, зеленкой облить, например? Нет. Нет, но более того, у вас есть, знаете, на вашей территории, на российской, есть вполне спокойно, там такие люди, как Марк Фейгин, допустим, но он не совсем вменяемый, он не вменяемый человек, я вижу по нему. Он призывал мнимых каких-то своих друзей украинцев приехать и со мной разобраться. Ну а чего вдруг украинцу со мной ехать разбираться? За что, с каких вдруг дел? Ну есть некоторые украинцы, которых вы лишили работы, например, это, есть некоторые украинцы, которых вы лишили работы, например, украинцы из правительства, министры, вот, что у вас за служба безопасности? Такая уникальная, бодигардеры, есть ли охранники у вас? Нет, охранников нет, у меня, конечно же, есть дежурные телефоны, у меня есть телефоны определенных подразделений, скажем так. Ну и, конечно же, я, если любое что-то происходит в моей жизни, что мне не нравится или кажется слегка подозрительным, я должен ставить в известность УВКБ ООН. В принципе, вот и все. Отлично, хорошо, но как вот быть тогда европейским страном? Вот так же уже новости разные появляются, как готовятся они к вступлению безвизового отношения с Украиной? Вот Чешская республика забеспокоилась, весточка пришла с той стороны, говорят, что, ну, стоит ожидать коллапса украинской миграции настоящей, серьезной. Я не думаю, что будет коллапс. Дело в том, что есть люди, к сожалению, да, это тоже заслуга, заслуга украинских СМИ, потому что я читаю, уже много-много говорили, что это за безвиз. Уже долго-долго рассказываешь, что 90 дней. Но я читаю, допустим, сообщения от людей, они всерьез пишут, можно будет выбрать себе работу, можно будет поехать работать, можно будет поехать учиться. Люди до сих пор еще не осознали, что это за безвиз. И вот это может быть проблема, потому что люди будут считать, что они могут приехать и осесть где-то. Ну и, конечно же, их будут высылать, выбрасывать, вышвыривать, отлавливать. И это, конечно, нехорошо. Почему нехорошо? Я вам скажу, меня больше что волнует. Я не боюсь наплыва каких-то там, знаете, убийц, грабителей. Потому что в спецслужбе, даже в спецслужбе, полиция работает хорошо. Это не украинская полиция. И здесь совсем другая история. Здесь нельзя покушаться на человека, тебе за это ничего не будет, например. И здесь нельзя, он просто там ограбил, убежал, поймают, по-любому поймают. Везде камеры, очень серьезно все. Я опасаюсь другого, что они начнут вести себя не очень правильно. И это относится не только к украинцам, кстати. Да, я замечаю, я сразу вижу нашего, нашего отдыхающего, к примеру, где-нибудь там на побережье Франции. Вот, что они начнут себя так вести. А у меня-то ведь украинское гражданство. И ко мне, вот где-то в каких-то там учреждениях, тоже могут так начать относиться с этим самым, с недоверием. Вот это вот мне не хочется. Мне хочется, чтобы все приехали, я обращаюсь сейчас. Пользуя случаем обращаюсь к украинцам, пожалуйста. Приезжайте и будьте европейцами, ну, старайтесь хотя бы. Не бросайте бумажки, не орите громко. Есть туалеты, чтобы пописать. Ну, в таком плане. Верку сердечку не слушайте громко. Хотя, о чем-то я говорю, вроде бы это у Желт Скул. Победители Евровидения, не слушайте громко, отдыхая на набережной Ниццы. Ну, вот смотрите, вы сейчас всех пригласили к себе в гости. А на самом деле, к вам часто ли приезжают в гости ваши единомышленники, друзья с Украины, у которых там есть проблемы, потому что их преследуют из-за их политических взглядов? Вот вы, можно сказать, политический эмигрант. А как это устроена система, когда человек, которого сейчас может где-то прессуют в Киеве, по его политическим взглядам, как он может оказаться на вашем месте и также вот сбежать в страны, где можно абсолютно безопасно себя чувствовать? Как вы нам сейчас рассказываете? Ну, во-первых, смотрите, те, кого преследуют по политическим основаниям в Украине, в основном это люди, которые являются сторонниками так называемых ЛНР, ДНР. И я их разделяю с людьми, которые преследуют просто за высказыванием своего мнения, к примеру. Такими людьми я могу поддерживать отношения достаточно близко. А вот с людьми, которые, вот первая категория, я не буду с ними смещаться, потому что у нас с ними разные представления о жизни, скажем так. Это не значит, что они мне какие-то враги. Я не принимаю их мнение об Украине, о ее целостности и так далее. Но я не встречаюсь ни с первыми, ни со вторыми, ни с третьими. Я вообще ни с кем не встречаюсь на территории Евросоюза. Вот в чем дело. Это у меня тоже такая небольшая джентльменская договоренность, чтобы не было никаких проблем, я не встречаюсь вообще ни с кем. У меня для этого есть секретарь, грубо говоря. У меня для этого есть моя подруга. Мы, конечно, в курсе, потому что следим за вашим инстаграмом, и многие ваши поклонницы волнуются, когда прекрасная Ольга появляется в кадре. И этот вопрос, а когда же вы поженитесь? Это я сейчас его как бы цитату от других интервьюеров даю, чтобы вы лично на меня не обрушивали. Да какое ваше дело? Скажите нам, правда, вы собираетесь жениться в ближайшее время? Самое интересное, что люди, которые это спрашивают, а откуда они знают вообще? Женатыми, неженатыми. Может, у меня вообще какая-то другая жена. А может быть, я гей. Вот даже могут это вырезать и потом начать транслировать. Мне абсолютно все равно. Никто не знает о моей личной жизни и не узнает, поверьте. Поэтому даже если у нас трое детей, то их имен тоже никто не узнает. Анатолий, я думаю, эта фраза, а может быть, я гей, уже сейчас вырезана кем-то из пользователей. И ее можно будет через минутку-другую найти на других обзорах на Ютьюбе. Вся правда, шок, смотреть до конца. Анатолий, а вот что же, у вас такой аскетический образ жизни. Вы общаетесь с подругой, с коллегой и все. Кто ваш круг друзей, тусовка, так скажем? Возможно, за эти годы изгнания вы там, я не знаю, просто как Александр Сергеевич Пушкин в Болдинской осени должны были просто заскучать. Нет, на самом деле у меня множество знакомых, друзей из местных ребят в разных странах. Местные люди там и по бизнесу, и вообще просто по отдыху, знаете. У меня много очень друзей, вот не так давно путешествовали с одним из друзей на его яхте и плыли прям, хотел даже сказать откуда-куда, из точки А в точку Б, но мы были точки очень красивые, очень известные. И это было очень круто, если понимаем морская болезнь. Вот. Человек достаточно уже пожилой, но он уже давно не работает, как бы у него прекрасная яхта. Мы просто подружились, потому что он там увидел меня на стоянке, подошел, сделал комплимент в машине, потом рассказал, что у него яхта, и вот так вот мы познакомились, к примеру, там, давным-давно. Вот. Поэтому у меня много знакомых, но я вам скажу так, у меня лучший друг мой, на самом деле, это вот мой лэптоп. Вот я с ним сижу и постоянно общаюсь. Ну, это уже как у подростков болезнь, когда лучший друг, это интернет, и можно сказать, вы социально зависимый от интернета человек. Ну, приятно, с другой стороны, что ваши лучшие друзья это мы, ваши зрители. А на каком языке вы, кстати, общались вот с этим владельцем яхты, обеспеченным пожилым мужчиной? Сколько языков вы знаете и каких? О, боже, я очень плохо знаю языки на самом деле, да, но я не буду говорить каких языков я знаю, потому что... Каких языков я знаю, потому что по этому высказыванию можно будет уже обозначить немножко географию. А я все-таки рад всех видеть, но не хочу давать определенные, там, наводки. Потому что, знаешь, потом начинается Гдыня, там, поехали все в Гдыню, вот, и все такое. Ну, вот некоторые уже съездили в Гдыню, те, кто не в курсе, это история. И Анатолий очень хитро провернул такую детективную конспирологическую тему, когда закинул фейк-историю, в которую радостно поверили журналисты Пятого канала, и в результате уволили министра информации Украины. А вот этот метод оказался действенным. Не планируете ли вы таким же образом корректировать как-то состав правительства Украины и дальше? Аваков, министр МВД, у вас с ним вроде личные счеты, может быть, вы и для них что-то готовите, сюрпризик? Ну, я, кстати, не скажу, что у меня личные счеты с Аваковым. Вы знаете, на самом деле, ну, если так говорить не по конкретике, да, то все наше общение было нормально конструктивное, то есть абсолютно нормально. Другое дело, что, конечно же, окружение, свита, это просто, да просто жесть, да, Герасим, Кашкиряк, там не только эти, там еще есть Микалы, вот. Вот с ними, конечно, ненормально у нас общение, все такое, нет, Кавакову у меня, у меня лично, у меня Кавакову претензий нет. Но тут же надо вспоминать вообще, вы помните, что случилось с Юценюком, и вдруг все начали прозревать, вдруг все начали внезапно вырезать из моего видео, которое уже было сделано, вырезать и делать свои таблетки для памяти по поводу Юценюка, что он обещал, ах, он нас обманул, ну, прошло это пару лет, прежде чем они вдруг это поняли. Я пару лет долбил эту, знаете, как у Франко, по-моему, да, лупайте всю скалу, лупав всю скалу лысую, а потом, раз через два года, вдруг они начинают понимать, что вот им Юценюк, и все, Юценюк, мы уже не любим Юценюка. Два года в мой адрес слилась грязь, у меня постоянно так бывает, кого-то долблю-долблю, потом происходит вот такое, пух, все, последняя, знаете, спичка упала, и все, и уволили человека, но вдруг оказывается, что это все такие умные вокруг, и это они уволили, а Шадик как был, якобы, прогремлевским, так он и остался. Я же вам два или три года говорю, что вот это ненормально, про Порошенко, ну, про Порошенко я постоянно долбил одно и то же, а мне постоянно долбили, а ты сепар, почему тут Порошенко вообще, вот мое отношение к Порошенко и сепар, ну, там слегка не лады с головой, я знаю, во многих моих критиках, но вот так вот бывает, поэтому сказать, что я могу кого-то спросить, я, может, уже многих кого уволил, понимаете, просто другое дело, что оказывается, что это не я, а вот они такие умные, и они сами их взяли и уволили. Ну да, 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 мы, конечно, с вашим даром предвидения уже знакомы хорошо, тут многие, кстати, спрашивают в чате, просят сказать, что будет у них на следующей неделе, дают свои знаки зодиака, так здорово вам удается угадывать многие события из жизни. Ну вот, с другой стороны, есть и такие моменты, где вы не угадали, вот, например, я как-то видела на ВКонтакте, вы выкладывали видео митинга против блокировки ВКонтакта в Киеве, и сейчас этого видео вроде бы не могу найти, оно там или вы его удалили? Говорят, что удалили, потому что критики испугались, там людям не понравилось, подписчикам, как вы с Корей-Северной сравниваете их. Нет, там была совсем другая история, дело в том, что я выложил, тем самым помог этим ребятам, потому что их никто не осветил, вообще никто, ни один канал, там Ньюс Ван, по-моему, только осветил, там чуть-чуть, вот, их не показал никто, их показал только я, прислав туда своего человека, то есть оторвав своего человека. Вы понимаете, мой человек ездит, он получает зарплату, зарплату выше, чем украинские журналисты, сто процентов, вот, то есть я напрягся для того, чтобы показать их протест, для того, чтобы показать, помочь им, я им помог, получается, они там поблагодарили в личке, а потом я захожу на их страницу и читаю комментарии, а я очень, знаете, я внимательно отслеживаю, я читаю комментарии, так, надо, да, в этот Сепар, там, тра-та-та, маты идут обо мне, а потом они пишут, надо вычислить того, кто снимал, то есть вычислить моего человека, который им помог. Я сказал, ребята, адьес, и все, как бы, закрыл видео, и пока-пока, и что, сейчас кто-то о них слышит, все, они завяли, завяли. Так подождите, вы что, разве такой мстительный человек, это же вы делаете не в угоду той короткой, небольшой аудитории, которая вышла к митингу, это же как бы отражает для всей страны, для мира, как на самом деле обстоят там дела, это же объективное освещение событий. Вот так вот, знаете, любой из нас, федеральный телеканал, там, какой-то лайв, возьмет и удалит видео, где кому-то не понравилось, что там показывают. Разве это честно? Ну, я не федеральный канал, в общем, дело, это мой личный блог, я его никогда не заявлял, как СМИ. На сайте Шаринет это осталось, на сайте Шаринет у меня публикуется даже информация о людях, которые там призывали меня убить. Но если они делают какое-то интересное заявление, его ставят без проблем, никогда не ставят там известные своими дебильными заявлениями Казак Гаврилюк. Такого у меня нет, просто там народный депутат Гаврилюк. Вот это вот чистая журналистика, этого я добивался, я, слава богу, этого добился. А вот это вот, это мой личный блог. В своем личном блоге я могу делать все, что хочу. Я помог людям, они плюнули в протянутую руку, пока-пока, все, это не первый раз в моей жизни, думаю, не последний. Но если вот что-то мне не нравится, вот до такой степени я беру и делаю то, что я хочу. Хорошо, другая история про вырубку леса в Прикарпатье. Вот говорили вы, будет вторая, третья серия, но почему-то мы не видим продолжения. Может быть тоже потому, что не понравилась людям, жителям этого региона, в том числе ваша оценка ситуации. Вы им прямо в глаза говорите, что вот этими процессами, ребята, абсолютно объективно транслируются отношения европейских стран к Украине как к сырьевому государству. И вот вашим подписчикам, вашей аудитории, вашим фанатам, уж простите за это слово, не понравилась такая правда в глаза. Вы поэтому прекратили расследование на эту тему? Нет, я даже отдельное видео сделал на эту тему, потому что тогда там случилась проблема у Буцулов. И я уже отправил тоже своего человека, тоже нашел в регионе человека. А это, вы знаете, очень далеко и очень трудно, плодоедно. И я уже отправляю человека, все, и типа заявляю о том, что вот так вот будет происходить. Тут выходит статья, ну как статья, на каком-то, извините, я скажу, в бывном ресурсе. Вот, а выходит этот материал, и там написано, что Шарей там, Сепар там, Трата отправляет, мы его не хотим здесь видеть. Пока. Ну, если вы не хотите меня видеть, ну пока. Все, давайте. Что сейчас у Буцулов выйдет? Вот это было еще, было холодно, еще снег был. Что сейчас у них? Все, пока-пока, у них забрали их полоныны. Вот, когда у Буцулов забирают полоныны, это значит, Буцулов все, конец. И я очень люблю Карпаты, у меня отношение к Карпатам своеобразное, я много раз бывал в Карпатах. Я коллекционирую живопись карпатских художников, очень известных, там, Глюк, Коша и Кошка, ой, Коцка. Вот, и, ну, то есть я обожаю Карпаты, я очень их люблю, я всегда их готов прийти на помощь. Но когда есть люди, которые, вместо того, чтобы сказать спасибо тебе за то, что ты осветишь эту проблему, потому что никто ее не освещает, а нас просто тут, знаете, загнали в пятый угол, вместо этого они говорят, да, пошел ты, я говорю, ну, пока я пошел. У меня, знаете, у меня полно дел, у меня очень много дел, мне в личку пишут, по 500 сообщений в сутки, в разных, причем коммуникаторах. И многим людям нужна помощь, знаете, многие есть темы интересные. Почему я должен помогать тому, кто блюет мне в лицо? Никогда. Ну, то есть вы любите, когда вам говорят спасибо. Вот есть у вас такая внутренняя радость, когда пишут в комментариях, молодец, нам понравилось, и чувство вот такое нехорошее, когда начинают писать, что вы сепар. Это слово вы уже второй раз произнесли. Вам лично обидно от этого слова? Да, дело в том, что обидно мне было, знаете, в начале. Сейчас всегда я публично стараюсь это делать, я выдергиваю одного какого-то самого упоротого в комментарии где-нибудь на фейсбуке, задаю ему вопрос. Можешь ты найти у меня один призыв к сепаратизму, к разделу страны, Крым наш и так далее? Ты можешь у меня это найти? Я тебе дам 1000 евро. Я не шучу, это объявлено очень давно, это в конкурс объявлено уже два года, ему сначала было 500 евро, потом 1000 евро, я за слова отвечаю, вышлю. Если он найдет мне где-то, там, поддержка, там, чего-то, там, политики Кремля, там, еще что-то, там, вот, раздел страны, сепаратизм, там, слово ДНР, вот, пожалуйста, найди у меня и получи 1000 евро. Поэтому, и сейчас я их загоняю, у них это все получается, они начинают в ответ плеваться, коверкать фамилию, ну, в общем, всегда, и в итоге сводится к тому, что я наркоман, наркоман или, там, игроман, еще что-то. Вот, и этим все заканчивается всегда. Да, поэтому сказать, что мне, типа, приятно, когда говорят спасибо, ну, всем приятно, когда говорят спасибо. Я с детства привык, ты сделал что-то хорошее, тебе сказали спасибо. Мне неприятно, другое дело, что мне это неприятно до такой степени, что я могу там что-то там. Мне неприятно, когда мне плюют в лицо, когда я оказываю помощь. Вот это мне действительно неприятно. Ну, вот так вот. Ну, хорошо, вы уже говорили неоднократно и все время это поясняете, что блог – это ваша творческая жизнь, это хобби. На что вы живете, мы не будем спрашивать, вы уже объясняли, что у вас есть какой-то бизнес. Что это конкретно за бизнес, это секрет, правильно я понимаю? На что вы живете и как зарабатываете, с каких денег вы платите вашему корреспонденту в Киеве и покупаете картины прекрасных авторов в Закарпатии? Да, я это все покупаю и живу я за евро, это валюта Евросоюза. И в принципе у меня налички-то, ну, я не знаю, тысяч 10 может быть, а остальное все у меня на счетах. То есть, а если оно на счетах, значит оно по-любому отслеживается. Я это намеренно делаю, потому что налички вообще как бы здесь не очень принято. Вот, каждый евро, который у меня на счету, он проверенный, он чистый евро. Тут нельзя просто так брать и жить, покупать там какие-то серьезные вещи там. Автомобили, как у вас, несколько. Да, в том числе. Вот, нельзя, потому что к тебе придет финансовая служба, скажи там, тук-тук, а еще хуже, я говорю, финансовая служба. Придет служба безопасности, потому что тут были такие красавцы, у которых были рестораны, в частности там, разные там люди. И в итоге их все положили лицом в пол, знаете, все, отмывание денег, все такое. Грязных денег тут не может быть, я не знаю, может быть, бывает, что в странах очень новой Европы, может быть, я не знаю. Но вообще-то у меня в разных странах вклады в банках, они были проверены изначально. Более того, два года назад по вине одного из советников, министра МВД, произошла масштабная проверка. После этого мне пожелают, сказали, все, понятно. И ко мне вопросов больше не имеют. И благодаря ему, этому советнику, больше иметь, наверное, не буду. Вот, у меня все задекларировано, у меня все четко. То есть вы живете на средства, которые получаете в результате правильных вложений денег? На проценты какие-то, финансовые? Жить на проценты жить очень сложно здесь, потому что здесь процент по вкладу, по депозиту, это 0,3 или что-то такое. Я не знаю, сколько надо положить в банк, чтобы жить на проценты. Нет, совсем по-другому. У меня есть бизнес, я не буду озвучивать, что это за бизнес, потому что опять-таки начнут кто-то где-то пытаться вставить палки в колеса. Меня когда-то я озвучивал даже по поводу своего бизнеса, который нельзя, знаете, как потрогать, потрогать руками. Вот. И часть его на то время успешно работала еще и там, где они могли его достать. Вот это дело. На самом деле все началось очень просто. Вообще никакого секрета нет. Там, о, откуда он там, все такое. У меня был последний актив. Последнее, что у меня оставалось, это квартира. Маленькая квартира в Киеве. А сколько она стоит? Извините за такие вопросы. Она стоила на то время 80 тысяч долларов. Вот. Она была продана, эта квартира, ну, или за 70 она была продана. И вот это вот было единственное, что у меня было. Все, у меня больше не было ничего. Я потерял, когда ушел из Украины, потерял полностью все. Абсолютно все. Я работал ночами для того, чтобы нормально жить. Работал ночами в центре для беженцев, когда рядом ребята резались в карты, голова-бала. Всю ночь стоит вот такая голова. Я рядом сидел с ними и работал. Я писал статьи, а статьи я писал по 10 долларов за штуку. Для того, чтобы нормально жить и не есть в столовке, скажем так, а есть то, что я хочу. Я тогда еще курил, чтобы выбирать сигареты, которые я хочу вот в таком плане. Поэтому я много-много работал, ничего не падает просто так на голову. Надо просто отключить мозг. И когда ты оказываешься один на льдине, ты понимаешь, что никто тебе не протянет руку. Абсолютно. У тебя нет никого, кто тебе помог. Анатолий, Анатолий, вас можно слушать так же долго и вечно, как журчание водопада. Но вот эта история похожа сейчас на мотивирующий вебинар, что делать, если у тебя есть только квартира в Киеве, и ты хочешь жить в Европе. И многие ребята сейчас уже записывают те, которые получили в наследство квартиру от бабушки. Но я поняла, что никакой конкретики точно так же, как узнать, на каких языках вы говорите, мы не сможем, потому что вы, конечно, еще тот разведчик и шпион. Но у вас вот есть блог, хоть это и хобби, он-то денег приносит. Вот заниматься сейчас таким делом выгодно ли? Вот даете совет открывать свой блог? Да пусть открывают. Я сейчас смотрю, в кого не плюнешь, обязательно попадешь в видеоблогера. Вот в чем фишка. Вы понимаете, я никогда не думал о том, чтобы на этом зарабатывать, но без сомнения, конечно, это деньги приносит. Это деньги приносит. Ну, глупо просто говорить. Нет, не приносит. Я не знаю даже, сколько приносит. Приносит, очень много приносит на самом деле. Ну, как очень много. Ну, в принципе, да, наверное, очень много. А какое самое необычное рекламное предложение было вам сделано? Рекламное предложение, вы имеете в виду, я же не ставлю прямую рекламу в ролики. Может, вы сейчас мне подали идею, может, начну ставить. Но я в рекламные ролики свои не вставляю никакой рекламы, вот в чем дело. Я рассчитываю на то, что там Google повставляет. Подождите, подождите, но в Инстаграме у вас же есть посты, за которые люди заплатили. Нет в этом ничего такого предусудительного, что популярный человек может размещать рекламу в своих ресурсах, которые он поднял своим талантом. Ну, вы размещаете рекламу у себя в Инстаграме? Да, 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 да. Но этим занимается все-таки моя девушка Ольга. Поэтому сказать, что не, я знаю, какие там суммы, но просто, что... Ну, во-первых, это коммерческая тайна, наверное. Во-вторых, да, я не вижу ничего предусудительного. Дело в том, что если я рекламирую часы, которые я ношу, я не буду рекламировать какие-то... Ну, не хочу там никого обидеть, да, потому что я их не ношу, это глупо будет. Я не буду говорить, смотрите, лаборатория ЛСФ, я там мою голову, нет, я мою другими шампунями. То есть я не любитель. Если я показываю, что я из этой посуды пью, значит, я из этой посуды пью. Вот, ну, в таком плане, да. То есть вы никогда не будете предлагать людям на своих ресурсах какие-то товары, вещи, которыми вы сами не пользуетесь, которым вы не доверяете, получается? Нет, я могу рекомендовать, к примеру. Вот, к примеру, вот так мне обратилась там одна компания, они микрокредиты. Я против кредитов, я не любитель кредитов, и долги умножают в спорте. Но я знаю, что бывают ситуации, когда человеку срочно-срочно на что-то там надо. Вот, ну, пожалуйста, я могу рекомендовать, вот, иди туда и возьми вот там. Вот, они тебя, может быть, не обмануты. Ну, вот в таком плане. Ну, это лучше, чем в ломбард сносить золото, знаете. Это отличный бизнес-совет от Анатолия Шария. Не несите деньги в ломбард. А вот, ну, вы все-таки блогер-миллионер, я имею в виду по количеству подписчиков. Еще пока не такой крутой, как Саша Спилберг и Ван Гай. У вас есть к чему стремиться. Но, смотрите, если поглядеть на количество роликов и тем, которым они посвящены, я досчитала только 12 видео, посвященных Алексею Навальному. Зачем вы так много снимаете про Алексея Навального видео? Вот тут даже нам на Facebook пишут, до тех пор, пока не увидел у вас только об этом человеке материале, только знал, что существует вот подобная организация. Но благодаря вам, Анатолий, ознакомился с ней детально. Вот зачем так много внимания Навальному? Это вот стремление хайпа поднять, потому что он тоже популярный? Или что? Смотрите, я в своей истории видеоблогерства поднимал несколько раз такой хайп, что от меня отписывало азарь по 3500 человек. Для меня вот эти вот вещи, я бы не сказал, что сильно важны. Для меня важна другая история, азарт в плане загона дичи. Смотрите, я их не трогал, я их не вспоминал, они не были интересны. Это ваше вялое движение школьное, там, все такое, российское место. Но когда какие-то блогеры, которых я вообще, я их не знал бы в 100 лет, начинают с периодичностью очень часто, очень часто упоминать меня. Но я прошу один раз, прошу второй раз, прошу третий раз. То есть, вы понимаете, я готов даже сказать, окей, дружище, ну хорошо, ты меня оскорбил, там, обозвал, там, рассказал обо мне ахинею, там, какую-то бредовую. Ну, все, прекращай, заканчивай. Но собака продолжает лаять, тогда собака получает судебный иск и поджав мост, убегает из России. А вот его хозяин, потому что вот эти вот собаки, они все, знаете, бегают вокруг одного короля школьников, повелителя муха. Вот он получает выхлоп. Да, получи. Потому что мне не интересно пинать тупую, вонючую собаку. Мне интересно пинать ее хозяина. Это да, это интересно. Но когда ты ловишь человека на лжи, а Алексей Навальный солдал, давайте говорить прямо, да, изнасилование, вот эти вот все вещи, зачем он вообще приплел к экономическим преступлениям. Когда ты его ловишь, а потом человек твой спрашивает у него, ну так что, вот это вот ложь, а он вдруг начинает рваться на глазах, истерить, и кричать, и кричать, что Рик работает на кремль, и он все время врет, тогда, конечно же, все, все, рыба, я поймал рыбу эту, понимаете, она уже бьется, бьется, все, значит, надо ее уже подводить к сачку. А вы просто как такой охотник, который загнал дичи в сети, уже предчувствует кровь и хочет не наконец-то покончить с этим все дело, а травит и травит дальше. Вот вопрос, откуда взялись вдруг неожиданно те люди, которые на встречу с Алексеем Навальным в разных городах, где он открывает свои представительства и офисы, задают вопрос ему про вас, про Анатолия, Шария. Говорят, Алексей, а вот вы говорили, что Шарий врет, а докажите, где он врет? Это что, ваши фанаты вот так вот далеко запустили свою агентурную сеть, или уже Навальный на вас пиарится? Первое, по поводу того, что загонять. Вы знаете, я читал комментарии, многие там высказывали, ха-ха, да это смешно, да разве он загнал? Да, я загнал. И это было видно, видно было по потному лицу Алексея, как он начинал психовать, как он не мог ответить за свои слова. Даже если он будет очень-очень спокойным, как ледяная глыба, он уже знает, что он не может подтвердить свои слова. И значит, я его загнал. Потому что если человек не может подтвердить свои слова, значит, у него есть два выхода. Продолжать действительность, сказать, да, слушай, я был не прав. Алексей говорит, да, слушай, я был не прав, Анатолий, извини меня, пожалуйста, не Анатолий, а Анатолий Анатольевич. Тогда, возможно, все прекратится. Но я буду продолжать. Спасибо, кстати, что напомнили. Вы знаете, когда вспоминаю про Алексея, вспоминаю про хороший сериал, я сегодня посмотрю, что он там нового рассказывал. По поводу людей, которые появлялись в Стабах Навального, это КФСБ, это, по-моему, очевидно. Анатолий Анатольевич, а как у вас продвигаются отношения с другим искрометным и очень выделяющимся персонажем, блогером Камикадзе? Будет ли в ближайшее время ваша очная или заочная встреча в суде, удалось ли найти его точный адрес прописки, или это такая же тайна, как и ваше местонахождение? То есть, что где он живет, невозможно понять, чтобы отправить ему повестку в суд, чтобы, собственно говоря, понять, где вы находитесь. Не, ну этот отмороженный уже убежал из России. Дело в чем, что на него-то никто уголовный дел не заводил. Более того, я думаю, что его никто не отличает, его власть. Не то, что не боится, не вопрос, что не обращает внимания. Кроме группы школьников, которые отвечают, да, вперед, давай, нагибай Путина. В таком плане, на меня возбуждены уголовные дела. Возбуждены уголовные дела еще три Януковича. Новая власть продолжила преследование, и этому преследованию есть множество подтверждений. Ставить, как бы, ну, я не встречаюсь с людьми, которые ниже меня по уровню. Я его, опять-таки, повторяю, не отличал от собачьих экспериментов. И не собираюсь отличать дальше. Вот. Мои представители в суде зададут ему вопросы. Он не сможет ответить на эти вопросы, этим все закончится. Вот. Максимум, что может быть для человека, как базарная, просто историчная баба из-за угла. Коверкать фамилию, кричать петушарий, петушарий. Ну, вот и все. Вот на этом все и заканчивается. И выдумывать кастрюльные какие-то кухонные истории о том, что меня ищет в Европе европейская политика. А вот если, а если у вас внутри такое же желание загнать его, вот этот вот гудок и горн в лесу, раздавшийся у охотничьей стаи, как в случае, вы почувствовали удовлетворение, когда поймали Алексея Навального, вот здесь такое же чувство мести и справедливости, которые восторжествуют. Да он никто. Ну, то есть он никто, я не знаю, о чем мы говорим вообще. Этот человек, это никто, пустой местор. Я говорю, собрал какую-то шкалоту и там кричит, там все, я там наказал Путин, он сам сбежал уже из России, великий патриот, который мечтал свалить оттуда, лишь бы куда. Вот, я не хотел со своей родины уезжать, я бы никогда не уехал со своей родины, я бы уехал перед последним судебным заседанием. Я прошел все судебные заседания сравнивать. Ну, то есть я же говорю, мы говорим ни о чем, давайте лучше о чем-то более существенном, потому что вот это вот, это мне вообще не нравится. Абсолютно верно, потому что и тут же меня поправляют в комментариях нашей трансляции, говорят, хватит спрашивать, откуда деньги и сколько зарабатывает, давайте лучше обсудим, куда тратит. И напоминают про вашу гуманитарную миссию, выплату пенсий жителям Донбасса, здесь вы на себя приняли роль и выполнили обязанности должностных лиц государства, которые отказали пенсиям старикам, 557 пожилых людей получили пенсии от вас. Вот как вы на этот проект решились, собственно говоря, как вы выбираете, кому эти пенсии выплачивать, потому как, ну, явно там людей пожилых проживает больше, чем эта озвученная цифра? Да в том-то и дело, что сказать, вот этот проект, мне говорили, что там, что надо открыть какое-то там представительство, там, чтобы там многим помогать. Вы понимаете, представительство, это значит наличие уже более одного человека. Я доверяю определенным людям, которые я знаю, что никогда в жизни не запустят руку, в те деньги, которые предназначены для людей, которые находятся в ужасной ситуации. Вот. А каких-то людей заводить, то есть там, какое-то более массовое, ну, по-любому, кто-то начнет что-то воровать, проявится эта грязная история и все такое. Это лично мой проект, и там же, там даже подпись такая, исключительно по желанию, то есть, по поводу отправлять деньги. Вы спрашиваете, сколько я зарабатываю, вы смотрите, людям, которые там, ну, не крадут, скажем так, им нечего стесняться, я зарабатываю порядка 40 тысяч в месяц, да, и поэтому мне нечего скрывать, скажем так. И я могу, я имею возможность, да, помогать людям. Это только то, что мы видим на экране, мы на самом деле не видим еще много чего, что происходит за экраном. Другое дело, что за экраном вы никогда не увидите, чтобы я помог человеку с оружием, там, или человеку, там, еще какому-то, дети есть. Но некоторые из этих людей, которые нуждаются в больших проблемах, живут на территории подконтрольной Киеву, вот. И они не могут просто засветиться, не могут назвать родителей этих детей, они могут только меня поблагодарить в личку. И я даже не уверен, что если где-то начнется обсуждение шария, то эти родители, этих детей, которым мы помогли, они не скажут, шария, сепа, ну, для того, чтобы поддержать, в общем. То есть в этом случае, в этом случае, если вы не услышите слов благодарности, вы на это обращать внимание не будете, как вот. И не обидитесь даже, потому что помогать детям святое. Ну, вообще, на самом деле, знаете, обижусь, не обижусь. Дело в том, что я не встречал, честно скажу, вот честно, я не встречал еще такого народа, в Европе, где я живу, который бы мне вот настолько иногда был неблагодатным. Скажу честно, знаете, я, когда я читаю некоторые там сообщения, опять-таки, меня там обвиняют, обличают, пишут, он наркоман. Я закрывал наркоточки в Киеве, да, мы закрывали с ребятами, тогда они работали на 1 плюс 1, потом они оттуда ушли. Мы закрывали нелегальное казино, где ваши дети теперь не проиграют все и не вздернутся, и не зарежут вас за деньги. Мы закрывали наркоточки по продаже синтетических наркотиков, и ваши, блин, дети, теперь там не придут, не приобретут наркотики, не выбрось, с девятого этажа поймать там любую. Но их родители, но их родители пишут вам критику. Это чисто вот черта национальная, как вы сказали. Процитировала я. Я боюсь, знаете, таких определений, что там всех Акимиром мазать, все такие, там, все такое, но потому что я сам часть этого... Но тенденцию... Замечайте. Ладно. Но тенденцию, я это грубо, может, и не заметить, на самом деле это ужасающе. Чтобы не тратить наше драгоценное время, которого не так много остается, вопросы про ДНР и ЛНР, раз уж мы про пенсии начали. Вот касаемо убийства Моторолы и Гиви. Полгода назад вы не поверили официальной версии о том, что были ликвидированы они украинцами, украинскими бойцами. Мол, их свои отправили на тот свет для того, чтобы побыстрее провести выборы. Но прошло уже полгода и выборы до сих пор в регионе не прошли. Вот сейчас каково ваше мнение? Дар предвидения не сработал? Вы поменяли свою точку зрения по поводу этих событий? По поводу выборов вы такое знаете, бабушка на двое, а по поводу того, кто, да, я не поменял свое мнение абсолютно. Потому что рассказы про суперсекретных специалистов, которые могут туда проникнуть. Я все сказал в тех своих блогах, и да, я придерживаюсь того же самого мнения. Вы увидите, пройдут годы, и в любом случае вы увидите, что я был прав. Но когда-нибудь, все равно когда-нибудь правда всплывет, вы увидите, что я был прав. Но даже интересно, будет ли такой случай единственный, когда вы не окажетесь правым. Вот тут предлагают вам выйти на новый уровень троллинга и уже прекратить заниматься персонажами федерального значения, замахнуться на мировую, так скажем, вершину, на английском языке, троллить уже деятелей других государств, что скажете по этому поводу, работать на международной арене. Первое, к моему вообще стыду, вы знаете, ну я расскажу это, возможно, в первый раз, да, с английским у меня не очень, это вообще удивительно. Я когда-то, помню, приехал в одну страну и должен был читать лекцию. Причем для силовиков, которые как рассказывают, меня ищут, ищут. Вот, я для силовиков должен был рассказывать по поводу, как вести себя с беженцами, то есть по психологии беженцев, вот такое вот. И они думали, что я на английском буду проводить, я говорю, нет, ребята, извините, давайте переводчик. И тогда многие говорят, ничего себе, какой же ты журналист, что ты не знаешь английского? Извините, вот такое вот. Вот, поэтому с английским такое дело, но у меня влоги переводятся. Другое дело, что, конечно, можно кого-то потроллить более интересного, но, во-первых, я не какой-то там потролли, я просто человек, который имеет хобби, который занимается тем, что ему нравится. А во-вторых, надо найти, может, кандидатуру, может быть, может быть, вот, может быть, вы сейчас мне дали какую-то идею. Я же занимаюсь, и там у меня в блог даже написано, видео о том, о чем хочу. А вот, кстати, кандидатуру хочу вам подсказать, неужели нету такой? Вот как вы, вы вообще читаете прессу местную в той стране или в странах, где вы находитесь? Как они, отслеживаете ли вы, как они реагируют и оценивают события, происходящие внутри России, между Россией и Украиной? Те же самые трагические события в Одессе и так далее. Бессмертный полк, который предлагают расстрелять вот кое-где. Вы когда видите эту реакцию европейскую, все ли там хорошо? Ни к чему ли нельзя прицепиться? Да, конечно, есть к чему прицепиться. Очень много чего ангажировано, очень много. Читаешь, как, знаете, большую сказку, братья Гримм. Вот, но в большинстве своем, когда я открываю издание, которое читаю я, я там об Украине вообще ничего не нахожу. Вот в чем дело. Вообще ничего не нахожу. Или нахожу какую-то информацию второстепенную, или же связка с Россией, по-настоящему. То есть надо говорить откровенно и честно. Знаете, что я всегда и делаю, что... Но сказать, что Украина сильно кого-то интересует, я давно говорю. Ребята, окститесь. Мне интересует. Когда я вижу людей в аэропорту, я бываю в аэропорту, так, понятное дело, когда выходят люди с рейса украинского, у него вот такой вот трезуб. То есть для чего у него трезуб? Он же специально надевает эту майку, надевает. Он думает, что все в Европе смотрят и... Это же Украина. Да всем плевать. Никто не знает, никто не обращает внимания. Вот что делать. Да, и может быть думают, что этот трезуб – это символ Посейдона, а человек просто отмечает День Ивана Купала или еще что-то в этом роде. Ни в коем случае не хочу сейчас никого обидеть и государственные символы затрагивать. Работать профессионально журналистом, по своей профессии, находясь в Европе, вы не хотели бы создать альтернативные СМИ, которые будут рассказывать украинцам, как все происходит на самом деле. Помните, как-то вы говорили, да мне бы хоть 5% от бюджетов, которые получают некоторые большие конгломераты медийные, я бы такое сделал, такой классный продукт. Но вы же можете. Почему не сделаете? Ну, во-первых, вы же можете. Получается, что я что-то должен отщипнуть от своих миллионов, да, получается. Потому что... А если кто-то придет, знаете, и предложит на это деньги, то, значит, это будет уже ангажировано, это будет не то. И, во-вторых, это очень много требует усидчивости и много времени. Плюс, это очень требует серьезной кандидатуры для того, чтобы они там работали. Потому что, если вы думаете, что кадры не решают все, так вы ошибаетесь. Я в Украине не могу найти человека, который был бы адекватен, работал бы, отрабатывал бы эти деньги, которые получает. Вот поэтому это все очень сложно, я лучше пойду, полежу где-то на трапке. Или покатаетесь на яхте с вашими поклонниками. А, кстати, вот по поводу кандидатуры. Та журналист, которая работает на вас, ее голос все время меняют для того, чтобы нельзя было найти. Удается ли сохранять инкогнито и нет ли проблем у человека? Смотрите, там проблем быть не может, потому что, ну, как бы так помягче сказать, там, ну, хорошая крыша, вот, поэтому, если кто-то взглянет в ней как-то неправильно, и там были уже такие какие-то намеки, там, что кто-то неправильно смотрел, вот, то у этого кого-то могут начаться абсолютно неожиданные проблемы с той стороны, но от которой он абсолютно не ожидал этих проблем. Все, я уточнять не буду, но там все понимают, что не надо. Все, кто надо, понял, у Анатолия есть крыша на Украине, нет? Нет, не моя. То же самое дело, что я говорю, что человек, который может покуситься там на что-то, он будет крайне обескуражен тем, что даже... Очень, очень сложная схема, вот, оказывается, как глубоко выпустили корни. Давайте вернемся к некоторым материалам, благодаря которым вы и стали знамениты в начале вашей карьеры. Вот вы говорите, сейчас некоторые СМИ современные, украинские, они периодически переобуваются, меняют свою позицию, и спустя два года начинают вашими же словами рассказывать про безвиз, про Надежду Савченко. А вот как сложилась судьба с вашими первыми материалами? Вот детский дом «Жемчужинка» в Одессе. Вы в последний раз что-нибудь слышали об этом заведении? Как там? Вот, напомню, это тот самый большой скандал, связанный с рассадком педофилов в детском доме. Дело в том, что обвинить кого-то в педофилии, вот именно обвинить этот детский дом, это неправильно. Неправильно. Я задался вопросами, когда... Просто задался. Подписать начинаем. Алло. Что-то связь, что-то связь у нас с вами. Анатолий, вы меня слышите? Вот только вы заговорили про крышу и серьезных ребят, которые могут, кого надо, где надо защитить, и тут же у нас пропал сигнал. То есть, понимаете, всеверная сеть интернета, она тоже получается уязвима. Сейчас попробуем перезвонить вам, для того, чтобы на самом интересном мы не расстались, не расставив все точки над «и», и никто не подумал, что это вы решили прекратить наше общение с вами. Большое количество комментариев, которые сейчас пишут нам, касается именно вашего творчества на YouTube. Анатолий, не думали ли улучшить вашу студию, сделать небольшой ребрендинг, пишет Евгений. Уже хотят люди, понимаете, видеть вас более современным, таким же, как те ребята, которые набирают миллионы и миллионы подписчиков. Вообще трудно конкурировать с блогерами, так скажем, только что выросшими ребятами, молодыми. Ведь смотрят-то все больше их и их, а вас, старожил и мастодонтов, начинают забывать. Как вы чувствуете, ваша популярность растет только из года в год? Или уши? Есть такая программа, у Шоу Плей. Вы туда пейте «Супер Шари». И оно вам показывает, сколько меня забывают, и в пациентном отношении, и как это выражается, то, что меня забывают, меньше смотрят. Средний просмотр у меня сейчас 2 миллиона в сутки, и он всегда рос и всегда растет, ровно как и растет количество подписчиков, без сомнения. Тут же дело в чем, можно показать, грубо говоря, пятую точку. Здесь бежится очень много-много малышей, 14-15 лет, а не весь сайт, а постоянно в ютубе. А можно набрать себе дуги, а в ютубе. Они уже на видео, когда в ютубе, на сайте аудитории, на комментариях, на сайте. В комментариях пишут те, кто хочет писать, они что-то на риту. А на самом деле, это очень круто создать канал, который смотрит думающую аудиторию, который не смотрит исключительно малолетних. На малолетних нужно накаривать на том сам, да. Можно сформатировать, что все равно недолго, и это не то, почему надо сниматься, мне кажется. А вообще, у меня вообще никогда не было задачи. Вот. Я об этом не думал. Если я об этом думал, думал, как в городе. Анатолий, слышим вас, слышим, но пока что не очень хорошо. Все-таки подвисает у нас связь, и вы уже стали выглядеть не так четко и ясно, как в начале нашей беседы. Сейчас, может быть, попробуем перезвонить. Прием, прием, слышите меня. Анатолий, а вот сами вы, кого любите смотреть на ютубе, есть у вас какие-то рекомендации? Вот, как я и обещал, интервью прерывает. Потому что дальше начались серьезные проблемы со связью. В принципе, в двух словах, что я там сказал. Я сказал то, что, когда меня спросили, кого из блогеров я посматриваю, я сказал Хованского. Это вызвало большое удивление у ведущей. Также сказал, что, допустим, моя любимая девушка не прочь посмотреть Ивангая. Это не значит, что она какая-то маленькая или что. Вот, в принципе, и все. Вот такое вот интервью. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok